Всем привет! Сегодня я хотел бы затронуть тему силовой и физической подготовки в источниках дневноборств. Будь то каратэ, эквандо, кунг-фу или еще что-нибудь. У меня есть дома книга, я ее купил еще в 85-м году в Чехословакии, когда там жил. Эту книгу написал Франтишик Шебри. На данный момент ему 76 лет. За последние, скажем так, 40 лет он написал целый ряд книг по каратэ. По гудзюлю, по традиционному каратэ, по ката, по кумите. Посмотрите в интернете. Между прочим, книги очень интересные и очень познавательные, информативные. И я хотел бы на основе той книги, вот посмотрите, я сделал специально для вас скрины этой книги, которую у меня дома есть, я уже считаю почти 40 лет. Я на основе этой книги хотел бы с вами поговорить действительно о том, целесообразно ли занятие физической силовой подготовкой в том же самом каратэ или нет. Почему я затрагиваю эту тему? Потому что в последние годы, особенно буквально лет 10-15, очень много появилось людей, тренеров, мастеров, президентов федерации и так далее, называющих себя вот такими вот громкими инами, которые утверждают, что физическая подготовка или физуха нафиг никому не нужна в том же самом каратэ. То есть, если тренер дает вам физическую подготовку, заставляет вас отжиматься, заставляет вас качать пресс или приседать, значит этому тренеру больше нечего дать своим воспитанникам. Вот так они обосновывают свои вот эти вот высказывания. То есть, получается, что голый кихон, ката и кумите это намного круче, намного сильнее, чем та же самая силовая подготовка. А вот теперь для примера посмотрите. В этой книге у меня сразу с первых страниц изображение, где люди выполняют основные базовые физические упражнения для того, чтобы укрепить свое тело, чтобы подготовить себя к дальнейшим соревнованиям, к примеру, или спаррингам. Потому что, если мы касаемся спаррингов, вы все прекрасно знаете, что в Тейк-Рондо проводится спарринг три раунда по три минуты с перерывом одна минута между раундами. Человек физически неподготовленный, со слабой дыхалкой, со слабыми мышцами на руках, на ногах, вряд ли выдержит даже первый раунд до конца. У него будет в конце первого раунда язык висеть на плечах, как у собаки, у него будет сильнейшая дышка, он не будет знать, куда нафиг себя деть. Это я вам говорю по опыту тех людей, которые, увы, представали передо мной в неярком свете, в негативном свете те люди, которых я видел своими глазами, что они утверждали тоже, что силовая подготовка, все это фигня. В том же самом карате, допустим, если мы посмотрим на начало 90-х годов, когда проводились соревнования по кукушин, полноконтактные соревнования по кукушин, люди там дрались на износ две минуты подряд. За две минуты нанесение сильнейших, мощных ударов руками и ногами в тело, в корпус человека, человек физически неподготовленный свалится буквально к середине первой минуты. То есть я хочу сказать, что те люди, которые утверждают сегодня и лет десять назад, что силовая подготовка или физуха в карате или в тейквондо нафиг никому не нужна, увы, ничего не смыслят в восточных единоборствах. Потому что физическая подготовка – это основной раздел, это основной аспект дальнейшего развития спортсмена, будь то, как некоторые говорят, бойца восточных единоборств или воина восточных единоборств, неважно, как они себя называют, если ты занимаешься тем же самым карате или тейквондо, ты обязан быть физически развит, ты обязан быть в хорошей физической форме. Если же ты щуплый, дряхлявый или еще какой-нибудь субтильный, скажем так, есть там один видеоблогер, утверждающий, что все это фигня, нужно заниматься только развитием техники и все будет зашибись. Когда этот видеоблогер разделся у себя, показал, какое у него суперское тело, субтильное, все люди поняли, что он просто-напросто галимый туфтяк, скажем так. Поэтому всегда, прежде чем вы видите у кого-то в тренировках, у кого-то в школах, в клубах, в секциях, ставится акцент на физическую подготовку, значит эта школа правильная. Если вам говорят, что вас за неделю, за две недели, а то и за месяц научат драться без всякой физухи, без всякой силовой подготовки, разворачивайтесь и уходите. Здесь в этой школе просто-напросто с вас хотят выкачать деньги. Все, что я хотел вам сегодня сказать, касаясь темы физической подготовки, нужна ли она или не нужна, решает каждый сам за себя. Нужно ли ему просто-напросто красиво выполнять движения, всякие пасы, как в Тэй Цзэ Цюань, или действительно ему нужно иметь здоровое тело, крепкое, сильное физическое тело, для того, чтобы уметь постоять не только за себя, но и за своих родных и близких, если случится на улице какая-то, скажем так, нештатная ситуация. В общем, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, ну, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех новых событий у нас на канале. И всем удачи! Пока!